В Киеве сегодня отметили девятилетие Майдана, который погрузил страну в хаос. И эти девять лет ничему на Украину не научили. Отмечают снова вместе с Бернаром Анри Леви, идеологом того и многих других переворотов. А Зеленский, выступая по видео на парламентской ассамблее НАТО, вновь попросил закрыть небо над Украиной, то есть стать прямым участником противостояния. На заснеженных улицах Киева пусто только Зеленский с женой в окружении автоматчиков. Ставят лампады к памятнику небесной сотне людям, погибшим во время Майдана девятилетней давности. С тех пор ни один из виновников стрельбы официально не наказан. А вот что теперь ловко называют причиной – отключение света в судах, воздушные тревоги, очень большая нагрузка на судебную власть. Поэтому велик шанс, что большая часть дел будет закрыта. Сам будущий президент тогда вовсе не был за, а тех, кто собрался, даже высмеивал. Зато сейчас гордо именует революцией достоинства. Правда, даже в поздравительном ролике он в двух ипостасях, чисто выбритый, в костюме прошлогодней и заросшей щетиной, в милитаре, сегодняшней. Выглядит как раздвоение личности. Он снова описывает для украинцев безрадостные перспективы. Мы можем остаться без денег, бензина, горячей воды, без света. Зато сегодня в какой-то украинской воинской части по-хозяйски расположился Бернар Анри Леви, тот самый, который немало способствовал развалу Югославии, Ливии, Сирии, а теперь и Украины, как раз из тех, кто учил ненавидеть русских. Начинали со сноса советской символики, а сейчас уже уничтожают все русское, в том числе и памятники Пушкину, очередной сегодня демонтировали в Кременчуге. Теперь шутки ради украинские военные, вот так издеваются над теми, кто России симпатизирует. И даже дети пьют чай из кружек с надписью «Реже русню». Еще один француз, Гастон Бессон, сегодня убит. Он со времен Майдана вербовал наемников для ВСУ по всему миру и проповедовал вот такое отношение к противнику – дави. Когда украинские военные танком давят раненых русских бойцов или расстреливают пленных, а потом украинский уполномоченный по правам человека, пишет, что лежащие на земле русские сами виноваты. Из отдельных кусков видео можно сделать вывод, что воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, российские военнослужащие совершили военное преступление, открыли огонь на поражение по военным ВСУ. Хотя все больше и больше свидетельств того, как и кем было совершено это злодейство, известны и подразделения, и фамилии убийц. Вот показания пленного украинского военного. То, что Украина рассказывает, что 80-я бригада не способна на такие методы, это просто ложь, чтобы выгородить себя и показать, что Россия в этом виновна. И даже The New York Times усмотрела в случившемся материал для Гааги. Российские солдаты лежали, по-видимому, без оружия, с вытянутыми руками или за головой. Они считаются выведенными из строя или не комбатантами, фактически военнопленными. Но киевские власти, уже не остановить вот ради праздничной фотосессии, укладывают рядом с горящими углями младенца в желто-голубом венке. Лишь бы Западу понравился образ. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и Телеграм.